Добрый день, дорогие друзья! Я Полина Жираковская, куратор, сокуратор проекта «Москва без окраин». Приветствую вас сегодня в нашей студии Музея Москвы, фойе музея. На нашей очередной встрече лаборатории двороведения вместе с моим дорогим коллегой Сергеем Никитиным Римским, историком, краеведом и создателем лаборатории. И у нас сегодня уже вторая лаборатория двороведения, посвященная району Арбат. И это, конечно, важно и ценно, потому что мы с вами сейчас находимся буквально рядом со входом на выставку. Это уже четвертая выставка проекта, посвященная району Арбат, выставка Музея Москвы. И я очень рада приветствовать наших участников. Это Марина Юрьевна Авдонина. Дорогой коллега Сергей велел представить Марину Юрьевну как... Сейчас я даже скажу... Как это называется? Редактор? Редактор департамента двороведения «Москва и Прога» доцент НГЛУ. Да, я про доцента НГЛУ запомнила, а, конечно, научный редактор департамента двороведения мне оказался немножко сложным, прошу прощения. Александр Фролов – историк и краевед, исследователь Москвы. И Рустам Керимов, да, архитектор, да, вот уже все мне понятно. Ну и сегодня тоже такая радостная... Ну, мне радостно тоже объявить, что у нас сегодня будет тоже, как и всегда, музыка. И с нами Дмитрий Талашов, известный музыкант, лауреат многих конкурсов и участник группы «Бахит Компот». Спасибо большое, что вы пришли. И начинаем. Я передаю слово, Сереж, тебе, наверное, да? Ну, да, я хочу представить, собственно, наших первых гостей и главных жителей дома, жителей дома «Трилистник», «Носибцева» в Рашке, Виталия Костюкова и Катю Осину. Они же есть с нами. Да, пожалуйста, освободите места в президиуме, потому что мне бы хотелось, чтобы мы начали как раз разговор с их историей. Простите, пожалуйста, уважаемые гости, но это будет действительно более правильно. Поскольку как раз думая о районе Арбата, думая о проблематике этого района, о проблематике центра Москвы, мы, естественно, прежде всего размышляли и рассуждали на тему того, насколько в центре Москвы вообще возможна дворовая жизнь. На первой встрече лаборатории дворовейцев, которая прошла, привет, Катя, прошла три недели назад, мы как раз встречались с людьми, которые, несмотря на жизнь, на Арбате практически незнакомы. С ее дворовыми особенностями. И для них чрезвычайно сложно было даже размышлять в понятиях дворовой культуры. И причем ведь уважаемая Анна Герасимова, она же умка, была на Арбате, активно посещала Арбат в 80-х годах, художница Ляли Ваганова живет и работает на Арбате. И, тем не менее, это вызвало отчасти ступор. Мы поняли, что мы не можем остановиться на одной лаборатории двороведения, и нам нужно посвятить еще одну лабораторию как раз живым дворам. И мне очень важно и ценно, что одна из самых моих главных московских дворовых встреч, она произошла именно с двором дома, который иногда называют «Трилистник». И мне очень приятно, что сегодня пришли два человека, благодаря которым я попал на дворовый праздник этого дома. И эти два человека, я снова назову их имена, это художница Катя Осина, которая пригласила меня тогда на этот праздник, и иллюстрации, которые украшают нашу сегодняшнюю афишу, и Виталий Костюков, как он сказал, просто житель дома «Трилистников». Прошу аплодисменты. И сразу скажу, что я хотел бы поговорить как раз с Виталием, прежде всего, как с инициатором, организатором дворового праздника, на котором я оказался, и хотел расспросить, как родилась эта идея, и почему, собственно, вдруг в центре Москвы еще что-то совместно праздновалось. Добрый вечер всем. Получилось так, что Катя выложила, что у нее есть картина, и у меня родилась идея устроить аукцион. Ну, просто так устроить торговлю во дворе как-то неинтересно. Вообще, я по профессии повар. Значит, я сделал закуску, свои напитки, и немножко так собрали людей, объявили. И потом у нас как-то вошло в традицию, и мы два раза в год это отмечали, «День двора» мы называли это, «По весне и осенью». Вот. Вы можете зайти, посмотреть в Ютубе. Есть небольшой ролик на 8 минут. Как-то раз на Сивце в Рашке. Вот. Там у меня... Мне просто повезло, рядом со мной живет Сережа Манукян, очень известный певец, музыкант. Вот. Так я приглашал музыкантов, надо было им платить деньги, а Сережа, он приходит и исполняет все свободно, бесплатно. Вот. Ну, сейчас, к сожалению, я прекратил эти праздники. Сами знаете, почему. Вот эти события. Мне, например, не до праздников. Ну, вот так вот. А так вы видите, как мы это проводим. Посмотрите на Ютубе. Как-то раз Сивце в Рашке. А, ну, у нас был управдом. Не, ну, я тогда чуть раньше вернусь. Вообще, я родился, так сказать, в свои младшие годы провел 5-я улица Емского поля. Это кто знает, если в Москву, это возле Белорусского вокзала. И у нас там дом такой был. Сейчас в этом доме находится телевидение. РТР, если я не ошибаюсь. Вот. И там у нас проводили, вот я был еще маленьким мальчиком, там проводили все. Все праздники. И даже похороны провожали всем двором. Вот. Ну, а здесь так сложилось, что у нас был управдом, уже на Сивце в Рашке. Вот. И он устраивал. Но он устраивал для бабулек. Они как-то там собирались, только пенсионеры. Вот. А здесь мы для всех делали. Вот так. Ну, Катюша, тебе слово. Ну, я вот помню, что тоже в моем детстве в нашем дворе там был праздник для всех, на самом деле. Там был День города, отмечали, День Победы, ветеранов поздравляли. Вот. И когда Виталий предложил строить аукцион своими картинами, я вспоминала как раз, вот как мы тогда, я в детстве, вот эти праздники, это было очень здорово, потому что дом выходит на три стороны, ну, если считать, еще два дома, которые приклеены к нашему дому, 15-25. И жители выходят, получается, кто-то на Старконюшины, кто-то на Севцевража, кто-то на Малый Власевский. И вот во время праздников можно хотя бы всех увидеть и познакомиться в неформальной обстановке. И вот когда мы стали возобновлять вот эти праздники, это было очень здорово, потому что, например, у меня в подъезде есть люди, с которыми соседи, ну, мы как бы с ними здороваемся, но не было пространства, где можно было в неформальной обстановке пообщаться. Это было очень здорово. Как раз у нас была выставка во дворе, там музыка, и вот так вот. В общем. Вот, Катя, я хотел спросить, а вы как раз в этом доме выросли и родились, да? Родились и выросли. Я родилась не в этом доме, но с 90-го года там живу. И вот я смотрела первую часть прошлой встречи, я еще не до конца досмотрела. У меня прямо очень много воспоминаний, связанных с этим местом, что родители купили эту квартиру как раз, когда была волна, тоже люди уезжали из страны. И вот предыдущий житель уехал в Израиль, и быстро ему нужно было продать квартиру, и мы так и появились вот в нашем доме. Там была еще собака большая, мне сказали. В нашей квартире жила, да. Сережа, у меня к Кате вопрос. Можно я? Конечно, конечно. Но у меня тоже много. Хорошо, хорошо. Вот интересно, я просто думаю про 90-е. 90-е — это как раз время разрыва социальных связей, ну, как раз разрушаются, разрушаются скорее дружеские отношения между соседями, потому что все действительно начинают перемещаться. И к тому же это Арбат, место, которое супербыстро обновляется. И сейчас мы, когда даже выставку делали, столкнулись с тем, что людей, которые там очень давно живут на Арбате, их почти нет. А вот как это было, как возникали, вот что это были за праздники тогда в 90-е, кто их организовал? И сейчас, когда вы встречаетесь и все это возобновили, были ли люди, которые, ну, там, не знаю, ваши сверстники, может быть, с кем вы там вместе играли и еще что-то такое, кто участвовал в тех праздниках? Ну, вот некоторые люди, с которыми мы познакомились благодаря детям, потому что они ходили в детский сад и в школу в одну. Вот у нас напротив там очень классный грузинский детский сад, где прекрасная компания образовалась. То есть мы жили в соседних дворах, но мы не были знакомы в то время, но мы могли, ну, как-то теоретически могли познакомиться, но мы познакомились во взрослом возрасте уже. Или кто-то, кто вот мы хотели, ну, просто так получилось, что мы жили вместе и мы общались, да, и в 90-е, и во дворе, и, ну, как-то было, ну, много людей было во дворе в то время тоже. Сейчас остаются вот эти же связи, то есть можно говорить о таком более-менее устойчивом комьюнити, которое сохранилось? Ну, конечно, все меняется. Кто-то приехал, кто-то уехал, кто-то как раз в 90-е приехал, а сейчас опять уехал. Такие тоже люди есть, к сожалению. У меня как раз такой вопрос скорее и к Виталию, и к Кате, наверное. Именно вопрос о том, как собрать сейчас, как вот собирались люди, по крайней мере, на то событие, на котором я был. Я позже покажу фрагмент видео, которое заснял. Как донести информацию? Это чатик соседский или это расклеек объявлений? И все ли в этом участвуют? Или это какой-то небольшой процент стражилов? Ну, так скажу. Вы знаете, к сожалению, соседи у нас не особо участвуют. Выходят, но не все. Ну, почему я скажу? Дело в том, что много людей сменилось. Мало людей осталось, которые... Я живу в этом доме с 78-го года. И с 78-го года, так скажем, люди... Меня знают все, но которые люди приезжают, они не знают меня. Не знаю, почему они не приходят. А так я на Фейсбуке пишу, что вот собираю тогда-то в такой-то день. Например, у нас там... Однажды посетил нас Генри Маркович, Резник. Я его просто пригласил. И он пришел, очень хороший, добрый человек. Вот так. И спел даже мне песню. В мою честь. Какую же? А? Какую же песню? Ну, вот там... Вы ее услышите, когда на YouTube. Зайдете, там он ее исполняет. Вот. А так... Ну, что? Ну, просто я люблю компании собирать, но уж поэтому вот... Собираю всех. Катюш, добавь. Мне кажется, это хороший момент, раз мы заговорили про песни, перейти к музыке, да? Сделать небольшую музыкальную паузу, мне кажется. И я передаю микрофон, да? Ага, спасибо большое. Так, сейчас я его установлю. Вот. И начну специально такой... Вот Сергей меня попросил сделать музыку в формате музыкальных воспоминаний и таких вот эрминесценций. И сегодня он меня позвал, чтобы я спел песни Влад Шаловича Куджалу. Собственно, ну, это артист, который ассоциируется с Арбатом и у которого есть много песен. Может быть, не все песни про Арбат, но Арбат так или иначе мелькает в этих песнях и где-то он промелькивает. И вот я первой песней выбрал такую песню, которая показывает функцию Арбата как некоего портала временного Москвы, потому что она может быть не самая известная. Она называется «Былого нельзя воротить». «Былое нельзя воротить» «Былое нельзя воротить» и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои прорастают леса. И все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем отужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. И вот уж не надо по улицам мыкаться, о, щупью, машины нас смучат, и ракеты уносят нас вдаль. И все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне ожаль. И все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков, хотя бы одного и не будет отныне ожаль. Субтитры подогнал «Симон» Я кланяюсь низко Познание морю Безбрежному Разумный свой век, Многоопытный век Свой любя И все-таки жаль, Что кумиры нам снятся По-прежнему И мы иногда Все холопами числим себя И все-таки жаль, Что кумиры нам снятся По-прежнему И мы иногда Все холопами числим себя Былое нельзя Воротить Выхожу я на улицу И вдруг замечаю У самых арбатских ворот Извозчик стоит Александр Сергеевич Прогуливается Ах, завтра, наверное, Что-нибудь произойдет Извозчик стоит Александр Сергеевич Прогуливается Ах, завтра, наверное, Что-нибудь произойдет Спасибо Алло, алло, Сереж У нас, к сожалению, Экстренная ситуация Нас очень просят Действительно выйти И мне кажется В 2022 году На это надо реагировать Извините меня, пожалуйста К сожалению Мы сейчас все Покидаем помещение Я очень прошу прощения Спасибо